Здравствуйте! В эфире Диалог. О программе грядущих новогодних праздников будем говорить сегодня с нашей гостьей. Присоединяйтесь. Инга Сергеевна Завгородния. Первый заместитель начальника главного управления идеологической работы культурой по делам молодежи Гомельского облсполкома. В 2003 году окончила Белорусский государственный университет культуры. Трудовую деятельность начинала методистом в Гомельском областном центре народного творчества. С 2011 по 2014 год работала здесь в должности заместителя директора, заведующая отделом любительского творчества и культурно-досуговой деятельности. В 2014 году возглавила отдел культурно-просветительской работы управления культурой главного управления идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского облсполкома. На нынешней должности с 2017 года. Задать вопросы Инге Завгородния можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Инга Сергеевна. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Прежде чем мы начнем разговор о событиях, которые еще нам предстоят, достаточно нескоро, через несколько недель, давайте посмотрим анонс событий недели уже наступившей. Подарки и внимание каждому ребенку. В Беларуси стартовал масштабный благотворительный марафон «Наши дети». Всего в этом году в нем примут участие более 230 тысяч детей. 10 декабря зажгутся огни на главной елке Гомеля. В 6 часов вечера состоится торжественная акция «Зажигаем елку вместе», в ходе которой включат праздничную иллюминацию на площади Ленина. Финал ежегодного областного конкурса «Лучшая молодая семья Гомельщины» в этом году пройдет на Ровле. За звание «Лучшие» будут бороться победители отборочных этапов из восьми районов области. А в субботу, 14 декабря, определится имя обладательницы титула «Миссис Гомельская область-2019». На пути к победе 12 финалисткам предстоит пройти несколько этапов конкурсной программы, продемонстрировать интеллектуальные способности, хореографические навыки, актерское мастерство и умение держаться на сцене. Неделя будет яркой. Да, точно. Одним из самых важных событий недели прошлой стал творческий форум «Славянские театральные встречи». Как он прошел? Великолепно прошел форум. Он ознаменован также в рамках этого фестиваля. Осталось 80-летие, юбилейная дата нашему областному драматическому театру. Было много гостей, было много сюрпризов, много спектаклей, очень интересных режиссерских, актерских работ. Ну, это все-таки конкурс, в первую очередь, или встреча старых добрых друзей, коллег из разных стран? Вы знаете, Ольга, это и то, и другое. Ольга, вообще, конечно, это международный фестиваль, но он имеет, безусловно, конкурсную основу, в номинациях, как полагается, есть положение у данного конкурса. Но, учитывая то, что этот фестиваль имеет очень давние традиции, естественно, традиционно на него съезжаются люди, которые знакомы очень много лет. Поэтому, безусловно, это и встреча и актерского состава, и режиссеров, и вообще любителей театра, которые уже, так скажем, ждут этого праздника и всегда приходят с радостью. Те, кто не знакомы, знакомятся, а кто знают друг друга давно, это как раз-таки то, о чем вы говорите, встреча друзей. Вы все спектакли видели? Нет, не все, потому что многие спектакли проходили в дневное время, и, конечно, требует такого отлучения от трудового рабочего дня, но большинство спектаклей я посетила. Как вы думаете, удалось ли удивить участникам конкурсной программы жюри в этом году? Ну, вы знаете, жюри у нас всегда очень солидное, компетентное, сложно сказать, можно ли этих людей чем-то удивить. Но, мне кажется, да, поскольку разнообразие жанров, которые были представлены в этом году, удивили. Это очень разные по своему составу и направлению спектакли, которые ориентированы на абсолютно разного зрителя. Это и возрастной цен, скажем так, и тематический. Поэтому афиша получилась достаточно разнообразной. Кто вас удивил? Я бы сказала, кто меня порадовал, наш Купаловский театр со спектаклем «Ревизор». Собственно, они взяли главную награду. Не скажу, что удивил и тоже порадовал наш драматический театр с таким очень рискованным, на мой взгляд, но очень удачным проектом «Рыба моей мечты». Режиссер был отмечен. Да, был отмечен Даниил. Наградой за этот проект. Именно так. В рамках форума торжественно отметили 80-летие главного театра нашей области, драматического. Вообще, как вам кажется, к 80-летию в какой период сейчас переживает творческая труппа? Ну, вы знаете, театр, я уже неоднократно говорила в этой студии, это живой организм. И, конечно, в разное время он развивается, он живет, переживает. Ну, это и нормально, поскольку актеры, режиссеры – люди творческие, непостоянные, очень эмоциональные. Это их жизнь, среда. Поэтому театральная жизнь бурлит, кипит, так быть должно. И без этого не бывает театра. А в Гумеле любят театр? Любят театр. И я скажу, что театральная афиша – все-таки наш областной театр, молодежный театр, кукольный театр – это театр репертуарный. Но, тем не менее, мы стараемся сделать так, чтобы афиша театра была разнообразной, направлена, как я уже говорила ранее, на разного зрителя. Это и комедия, и классический репертуар, и дети, сказки новогодние сейчас актуальны, они каждый год у нас обновляются. Поэтому мы стараемся, чтобы зритель был охвачен разным. Наши поздравления творческому коллективу, областного драматического театра и, конечно же, с заслуженными наградами. Еще один творческий имиджевый проект для нашей области, на этот раз среди самых юных исполнителей – это музыкальный конкурс «Музыка надежды». Совсем недавно он завершился, и приятно, что, как и в прошлом году, гран-при остается в Гомеле. Это правда. То есть наши юные звездочки не просто на мировом уровне исполняют музыку, а и лучше своих сверстников из других стран. Да, действительно, тем более, что мы подсчитали более 600 участников в этом году, приняли участие, извините за тавтологию, в этом конкурсе. Достаточно жесткий отбор, очень популярное направление в этом году – это фортепиано. И я вам хочу сказать, что из 59 наград 10 наших, включая гран-при – это очень высокого уровня достижения, поскольку Дулов Владимир Андреевич, председатель жюри, очень строгий, очень справедливый. И нам, конечно, приятно, что наши дети получили такую высокую оценку компетентного жюри. Это воспитанница Гомельской школы искусств, да? Первая школа музыкальной имени Чайковского, да. Умничка, на самом деле, девочка, молодец. А какими культурными событиями вам запомнился этот год? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к людям на улицах Гомеля. День города. Очень был грандиозный просто. Набережная вся была, ну, плотно все было и очень информативно и интересно. Понравилось. Я уже в таком возрасте, никуда не хожу. Вот только по скверику пройду, ничего не знаю. Я в этом году никуда не ходил. Ну, учеба, семья, дети, все такое. На концерт я не ходила, но, конечно, запомнить вот эти все празднества, которые были у нас в городе Гомеля. День города, конечно, на высшем уровне был. Ярмарки вот здесь вот всевозможные. У нас водили в молодежный театр, у нас там были некоторые спектакли, нам всем очень понравилось, всем нашим классом. Ну, мы были, когда я в другой школе был, нас тоже водили в кукольный театр, всем тоже понравилось. День города красивый был, салют, очень красивый был. Ну, и вообще, в этом году город облагородился. Вы смотрите, как везде все дорожки, все более-менее, новей, новей, все с каждым годом становится краше и краше. Она, как и каждый год, бурлит, культурная жизнь наша. И поскольку мы в своей Гомельской области, вот я же представляю театр, например, имеем больше театров, чем в любой другой области, не считая Минска. Да, у нас их уже четыре. В каждом театре есть какое-то свое явление. А сейчас все вышли на тропу, завершающий год, это новогодние спектакли, самая яркая афиша, плюс фестиваль, славянская театральная встреча, плюс премьеры, плюс получение национальной премии двумя нашими театрами в разных номинациях. То есть вот этот год, он так задался и должен хорошо закончиться. Вы смотрите «Диалог о культурной жизни региона. Говорим сегодня совсем скоро». Перейдем к новогодней программе. Ну а пока мы готовы выслушать нашего телезрителя. Здравствуйте, я знаю, что у вас есть вопрос. Здравствуйте. Можно, чтобы у нас по городу молодежь еще больше привлекалась к проведению культмассовых работ? Это будет и им приятно потом вспоминать, и нам, горожанам, это будет все приятно видеть. Например, что вы имеете в виду, где бы вы хотели видеть молодежь? В каких учреждениях проводить какие инсценировки молодежные, постановки? А то, если праздник города или другие какие праздники по городу будут проходить, чтобы молодежь к этому привлекалась? Чтобы учащиеся с какими-то номерами от своих школ, от своих учреждений выступали на городских праздниках? Да, там или по пению, или по танцеванию, или художественное рукоделие, разное, все что угодно. Да, я поняла вас. Я считаю, что это замечательное предложение. И привлекаются ребята, но привлекаются в основном ребята творческие, которые в каких-то студиях, которые в школе искусств занимаются. А вот обычные дети могут выступить? Ну, конечно, Ольга, могут. Если мы говорим о масштабных мероприятиях, вот как респонденты ответили, что очень популярен День города, конечно, прежде всего это творческие силы, но всегда масштабно, когда проводятся какие-то стадионные мероприятия, это, как правило, и студенты привлекаются для поточных каких-то движений, да, по режиссерской задумке привлекаются и школьники. Ну, здесь, конечно, нет предела совершенства. Предложение мне понятно. Вот, хорошее предложение. Будем стараться еще больше задействовать потенциал. Да, я думаю, что и родителям было бы приятно прийти, посмотреть на своего ребенка, и ребятам что-то от себя, какой-то флешмоб организовать, показать. Да, должно быть это задействовано. Вообще, конечно, каждый год в регионе богат на культурные события. Чем, вы считаете, должен запомниться уходящий 2019-й? Будет что вспомнить. Хочу напомнить, что в июле месяце у нас прошел фестиваль юмора нашей «Автюки» в Калинковичском районе. Прошел очень масштабно, как всегда, с большой сценой. Приняли участие абсолютно все области страны. Тоже данный фестиваль имеет конкурсную основу, были победители. Ну, это такой очень наш брендовый ответ Габброва. Какой самый юмористический район Беларуси в итоге? Ну, сложно сказать, поскольку номинаций было очень много, да, и каждый отличился, каждый в своей. Поэтому тут главное, кто какую тему раскрыл. Но я хочу сказать, что народный юмор пользуется весьма популярностью населения, которое с удовольствием принимало участие в конкурсах в рамках фестиваля. Хочу напомнить нашим жителям о том, что акция «Пламя мира», которая прошла по территории не только города, но и области. Да, это было красиво. Затронула, конечно, не только какие-то культурные учреждения, мероприятия, но также промышленный потенциал наших регионов. И опять же, все могли принять участие. Безусловно. И юные, и взрослые, и работники предприятий. То есть это какая-то такая масштабная общественная инициатива, которую можно было поддержать. Да, она и была поддержана, Ольга, да. Ну а на вас какие концерты, какие выставки произвели наибольшее впечатление, как на зрителя, на участника? Очень масштабный был республиканский проект. Мы принимали его в нашем общественно-культурном центре. Концерт «Беларусь помнит» к Дню независимости Республики Беларусь, когда артисты, звезды нашей эстрады совместно на сцене с нашими артистами местного уровня приняли участие в таком проекте. Я хочу сказать, что это очень такая достаточно сложная работа, таких совместных мероприятий, поскольку никогда не хватает времени на репетиции. Все это очень, скажем так, в таком авральном режиме. Но получился очень хороший концерт. Так и проверяется профессионализм. Именно такими мероприятиями проверяется уровень мастерства артистов. И приятно, что наш это всегда справится в любой ситуации. Ну а что касается выставочных проектов, безусловно, здесь нужно сказать о том, что нашему музею Дворцово-Паркового ансамбля 100 лет в этом году. И, конечно, они представили очень интересный проект выставочный «Дворцу 100 лет». И заинтересовал он не только меня, но и гостей, которые были приглашены на данное мероприятие масштабно. Анализируя уходящий год, напротив каких позиций в тех планах, которые вы составляли, еще готовясь к 2019-му, можно поставить знак «Выполнено»? Хочу сказать, что, ну, если говорить таким бумажным языком, касаясь отрасли, и, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех своих коллег, которые трудятся на культурной ниве с тем, что мы из года в год выполняем все показатели нашей государственной программы «Культура Беларуси». Спасибо огромное коллеге, это огромный труд, и я точно знаю, что за этим стоит. Ну, если говорить глобально и коротко, в 2019 году мы получили, Гомельский облсполком получил награду «Лучший орган исполнительной власти отрасли культуры» по итогам 2018-го. Планку мы держим, не сбавляем темпа, и, конечно, это такая очень весомая заслуга, которая оценивалась на уровне республики абсолютно исключительно по всем параметрам. Многие проекты, которые были впервые, удались. То есть, в принципе, все наши планы, они, так скажем, нашли поддержку там, где она была необходима, и свершились. Поэтому год удачный. Год удачный, я уверена, что следующий будет не менее удачным, не менее ярким. Ну, а в эту пору года самый интересный для нас всех вопрос, это, конечно же, как будем праздновать, как будем отмечать, сможем ли мы поверить в сказку. А в этом обычно помогают главные новогодние персонажи. Инга Сергеевна, расскажите, какая культурная программа готовится в регионе к Новому году? Хочу сказать о том, что у нас во всех районах нашей области, и даже город Гомель, имеет резиденции Деда Мороза. Они, конечно, имеют разную форму, где-то это формат какого-то колоритного, какой-то усадьбы, где-то это учреждения культуры организуют, но все наши регионы приглашают в гости к Деду Морозу и Снегурочке в какое-то определенное место. Я хочу обратиться к зрителям и призвать к тому, что если вы хотите поехать куда-то, посмотреть, как работает резиденция, то на официальных сайтах исполкомов есть информация о том, где это место находится, как оно работает, какую программу предлагает организатор. Затем, конечно, уже анонсировали 10 числа, то есть завтра в 6 часов мы зажигаем главную областную елку, и, конечно, это будет очень яркое праздничное мероприятие. Ну и, конечно, хочу отметить и сделать особый акцент на том, что уже второй год у нас работает круглогодичная резиденция Деда Мороза на базе национального парка «Припятский». В чем отличие? В том, что все-таки национальный парк, как никто другой, может предложить особый колорит, который невозможно повторить. Это живое общение с природой, с животными, которые обитают на этой территории. Ну и, безусловно, весь этот естественный природный антураж увязан и сопровождается сценарием, очень яркими героями, запоминающимися сюрпризами и так далее. То есть это большая и сложная работа, которую национальный парк предлагает в эти новогодние праздники. А с Полезским Дедом Морозом вы познакомились, Инна Сергеевна? Да, в прошлом году мы с ним знакомы. Он представил вам свою программу? Как он будет встречать гостей в этом году? Я представил программу в этом году. Зачет? Зачет я, да, уже решила, что я напишу ему письмо. Тем более, что Дед Мороз проводит в этом году конкурс, поэтому любой желающий может поучаствовать в нем. Ну а судя по программе, в этом году она больше ориентирована, опять-таки, на разновозрастной контингент. Я думаю, что и взрослым, и детям там будет интересно. Да, мы неделю назад в этой студии очень подробно все обсуждали. Этот эфир можно посмотреть, если интересно. А, кстати, если слушать радио Гомель ФМ, то можно выиграть билет. С 13 до 14 часов можно участвовать в этом шоу. Ну, свои программы к новогодним праздникам готовят все районы. Наши корреспонденты отправились в гости к Деду Морозу из Будо-Кошелева. Здравствуйте, мои ребятишки. Вот мы и дождались, что вы приехали к нам в гости, к Деду Морозу в резиденцию. А Новый год в этом году, Дедушка Мороз, не простой, а волшебный. Ты вот на праздник собрался? Собрался. Ёлку установил? Установил. Игрушки прикупил? Прикупил. А персонажи твои сказочные волшебные герои? А нужно пойти и поискать наши персонажи. Пойдемте. Ты думаешь так? А может, ребята и без тебя знают, где они? Нет, мы их будем искать вместе. Хотя к героям новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка все равно попадут не сразу. В начале для гостей предусмотрено несколько испытаний. Им необходимо испить хотя бы глоток воды из колодца, в котором, по преданию, находится волшебный источник, что позитивно отразится на здоровье. Дед Мороз это гарантирует. В Будокошелевском районе у него, кстати, есть собственное имя. Когда детей раньше от окон холодных отгоняли, все время говорили, иди от окна, а то юзик постучится и откусит тебе пальчик. И поэтому, когда мы начали делать такой проект, как резиденция Дедушки Мороза в Будокошелевском районе, конечно же, мы воспользовались этой легендой. И Дедушка Мороз у нас юзик. Пока Дед Мороз со Снегурочкой встречают гостей, сделаем небольшое отступление от сценария. Хозяйка резиденции, она же директор Чеботовического центра народного творчества Елена Шевченко, начинает готовить одно из главных угощений для гостей – настоящий хлеб из печи. После окончания представления на улице его вкус кажется особенным. И вновь возвращаемся в сказку. Можно предположить, что юзик – это измененное со временем имя славянского бога Зимы Зюзи. Именно этот персонаж мифологии считается прообразом современного Деда Мороза. Среди обитателей сказочной резиденции – Ики Кимора. Существо это явно не самое положительное, способное причинить людям различные неприятности. Ей под стать и Баба Яга – колдунья, которая живет в глухом лесу, в избушке, на курьих ножках и летает в ступе. Хотя в некоторых сказках эта сказочная героиня совсем и не злая. Во всяком случае, в Будокошелевском варианте она очень даже симпатичная. Как, впрочем, и остальные герои представления – зеленая елочка, пес и заяц, которые, как оказалось, очень любят играть на музыкальных инструментах. Ну что, давай сыграем? Конечно! Мою любимую про елочку! Ну что, становитесь в кружок вокруг нашей елочки, дедушка! И в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Во время приезда нашей съемочной бригады настоящую елку в Будокошелевской резиденции Деда Мороза еще не установили. А поэтому хороводы водили только вокруг ее живого двойника. Впрочем, по утверждению этого героя наказался даже лучше настоящей елки. А пока все вместе возвращаемся в резиденцию, где хозяйка уже достает из печи свежий хлеб. К сожалению, возможности телевидения пока не позволяют передавать ароматы. Иначе приехать в Чеботовичи, где находится резиденция Деда Мороза, наверняка захотел бы каждый телезритель. Сейчас посмотрим, какой у нас хлебушек удался. В этом году пшеничка уродила. Посмотрим, какой и хлебушек будет. Снова урожаем. В этом году вот такой хлебушек. Хлеб наше богатство. Хлебушка никуда. Смотрим. Ой, какой красавец. Смотрим. Хорошая пшеница. Хлебушек удался на славу. Хлеб действительно прекрасный. В магазине такого не купить. И пока участники представления лакомятся выпечкой и травяным чаем, Дед Мороз со Снегурочкой отвечают на письма детей. Причем подарки обещают выслать всем обратившимся. Ну что, внученька, давай почитаем письма. Кто что просит на Новый год. О, Ванечка просит волшебную машинку, которая ездит сама. Отправим ему. Надо записать. Что еще? Отправим письмо. Дашенька просит компьютер. Дашенька хорошо себя вела в этом году? Хорошо вела. Давай ей отправим компьютер. Запишем. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома Инга Завгородняя. Инга Сергеевна, как добраться в гости до Деда Мороза? Насколько вообще при принятии этого решения на базе какого учреждения создавать резиденцию учитывалась доступность инфраструктуры? Насколько людям удобно, к примеру, приехать в Чеботович? Безусловно, когда организуются мероприятия, которые предполагают посещение неоднократное, как правило, это организованные поездки, это заказ автобусов и так далее, они, безусловно, заранее согласуются. Ну, а просто жителю будет добраться несложно, поскольку, как правило, это места, учреждения культуры, которые, естественно, доступны в населенном пункте для, собственно говоря, любого жителя, ну и подъездные пути, вся инфраструктура этому способствует. То есть это уже состоявшиеся какие-то туристические объекты, которые и до этого принимали посетителей? Безусловно, да. Да, это важно. Вот для людей, которые сейчас увидели и загорелись желанием во время каникул показать своим детям Деда Мороза, съездить в гости, действительно где-то побыть с ними на природе, поиграть. А здесь еще, например, в Чеботовичах, такие интересные и народные традиции можно узнать. Как попасть? Где искать эти адреса? Как узнать, сколько денег нужно заплатить? Как добраться? Как там перекусить? Как уехать оттуда? Вся информация, я повторюсь, она размещена на сайтах районных исполнительных комитетов. Чаще всего либо это календарный план, либо вкладка, либо отдел идеологической работы культуры по делам молодежи, где указаны все контакты, особенно для организованного посетителя, безусловно, требуется звонок. Поэтому все контакты на сайте можно уточнить, позвонить и, собственно, посетить. Вот я думаю, что как раз с организованными группами проблем, наверное, нет. То есть там известно, из какого района, из какой школы и везут детей, к примеру, да. А вот если это именно индивидуальные такие туры, то и расписание шоу нужно узнать, и как туда приехать, и как потом оттуда уехать, чтобы не остаться у Бабы-Яги ночевать. Да, безусловно, конечно, афиши, каждый район, позиционируя работу своей резиденции, распространять среди учреждений, образования, культуры. И для жителей деревни, естественно, тоже такая информация до сведения доводится. Но, как правило, сейчас, когда строят какую-то логистику, скажем там, семья, да, в любом случае пользуются интернетом, поскольку средства массовой информации, ну, прям всю область отразить, вряд ли смогут единоразово, скажем так. Конечно. Поэтому, безусловно, в поисковике очень легко найти ссылку на нужный объект. Мне кажется, замечательная идея для подарка своим детям, вместо того, чтобы дарить какую-то игрушку, которой на следующий день они потеряют интерес, можно подарить ребенку сказку на целый день. Конечно, самый уникальный праздник – это в Лясковичах, потому что там еще и живая природа, еще можно и зверей посмотреть и пообщаться с ними. Ну, а если далеко ехать или тяжело по каким-то причинам всей семьей добираться, тогда можно что-то поближе к своему дому найти. Да. Благо, резиденции в этом году очень много. И в Гомеле ведь на площади тоже будет работать Дед Мороз, принимать гостей? Да, тоже, естественно, как и каждый год, будет избушка Деда Мороза, в котором будет непосредственно зимний хозяин праздника находиться, спрашивать у детишек, как они себя вели, спрашивать у них, какие стихотворения они знают, давать им за это подарки, конфеты. Ну, и, естественно, все основные такие массовые мероприятия, если мы уже, так скажем, подбираемся к основному дню, 31 декабря, то хочу сказать жителям, гостям города нашего о том, что программа на площади Ленина начнется с 23.00, и будет она длиться до 3 часов ночи. Конечно, это традиционные концертные программы, конкурсы, развлечения, фаер-шоу в этом году запланировано. Ну, и, конечно, развлечения, которые разместятся на самой, и уже, наверное, вы видели, да, уже многие украшения установлены, на самой площади Ленина все это будет сконцентрировано в традиционном периметре, так скажем. А вообще, судя по вашему опыту, вот вы приходите на елку 31? Прихожу. Приходите на площадь, да? Конечно, и не только потому, что это моя работа. А потому что это нравится? А потому что, ну, знаете, Оливье может быть вкусным и первого числа, вот программу уже такую не посмотришь. Мне интересно, правда. Люди готовятся, стараются, пишут сценарии, придумывают сюжеты, ищут костюмы. Это большой и сложный такой труд. Поэтому, безусловно, и по долгу своему, но и по зову сердца и души мы с семьей приходим, и... И интересно. Интересно, да. Ну, атмосфера, конечно, уникальная. То есть встречать вместе со всем городом, с людьми, на площади. Что-то в этом, конечно, есть для тех, кто мороза не боится и не ленится отрываться от Оливье в новогоднюю ночь и куда-то топать. Ну, а артисты, насколько их вот это предложение греет, что придется петь на морозе ночью, не бояться. И костюмы тоже не всегда шубу предполагают. Да, есть в этом. Я хотела сказать, что вся атмосфера, она очень, конечно, зависит от погодных условий. Конечно, когда есть снежок и нет ветра, оно-то веселее 4 часа возле сцены и на сцене. Но график выступлений составляется таким образом, чтобы артист, как говорится, отработал свой участок и мог, собственно, со стаканчиком чая где-то рядышком разместиться. Опять-таки, многие артисты приходят на работу в эту ночь с своей семьей. И, наверное, я уверена, не наверное, а с удовольствием проводят этот праздник вот в такой обстановке. Ну, для тех, кто пропускает 31-е, есть возможность прийти первого. Да, есть возможность прийти первого, поскольку площадь Ленина будет работать в полном формате еще не один день после Нового года. Поэтому с детишками можно абсолютно с удовольствием посетить все аттракционы, которые разместились на площади Ленина, попить ароматного чая, скушать вкусную булочку. Ну, то есть все как бы вот так комфортно, скажем так. Продолжение этой темы. Есть вопрос у нас на нашем портале Viber. Будет ли в этом году какая-то необычная изюминка к Новому году? Что-то такое, что окажется в новинку гамильчанам? Вот в чем сложность вашей работы? Что каждый год нужно придумывать что-то новое, что-то, чего еще не видели. А зрители и слушатели уже искушенные, уже это с каждым годом все сложнее и сложнее. И поверьте, все равно найдется зритель, который скажет, так это же уже было. И поэтому, конечно, из года в год все сложнее и сложнее. Но я хочу сказать, что вот если я сейчас раскрою интригу, тот, кто спрашивает, не придет, не буду говорить. Могу вам сказать одно, что это будет очень здорово, весело и интересно. Ну, а мы попросим Дедушку Мороза, чтобы он нам сделал хорошие погодные условия. Да, чтобы был мягкий снежок и совсем небольшой морозчик легенький. Ну, кстати, я знаю, что музыкальный сад в этом году на площади, да? Да, музыкальный сад. С необычными лавочками, с мелодиями. Да, он уже установлен, если проезжая по площади Ленина, можно его увидеть. Но уже, так скажем, в деле приглашаю всех в 18.00 завтра увидеть воочию, так скажем. Не из программы «Диалог» и из новостей, а своими глазами. Да, завтра такое, можно сказать, первый день новогодних праздников. Все начинается завтра, елка загорается и приходит в город праздник. Да. Прошел в Гомеле конкурс музыканодежды. А в будущем году планируется ли каким-то образом стимулировать развитие талантов наших детей? Безусловно. Если говорить о планах будущего года, да, вообще у нас, на мой взгляд, он даже, я бы сказала, несколько напряженнее и насыщеннее, чем предыдущий, состоится наш традиционный международный фестиваль «Зов Полесье» как раз-таки на территории агрогородка Лясковичи, там, где находится резиденция. То есть в продолжение новогодним праздником отметим фестивалем, приглашаю всех на это мероприятие, очень массовое, красочное. Безусловно, в следующем году Октябрьский район принимает Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Бирогиня». В прошлом году он у нас был юбилейный, десятилетний. Не менее интересным он будет и в будущем году. А что касается поддержки талантов молодых, бесконечно множество конкурсов, фестивалей, в которых можно принять участие. Если ребенок обучается в детской школе искусств, педагоги, как правило, знают о таких конкурсах, готовят своих подопечных к ним. Если это ребенок, который занимается на базе дома культуры, как правило, они же сами являются организаторами. Поэтому информации очень много. Хочу сказать телезрителям, что традиционно на сайте Комельского облсполкома мы организуем такой календарь событий, который отражает набор мероприятий, конкурсов, фестивалей с датой проведения, местопроведением, контактом, коротким описанием. Поэтому сейчас мы его еще немножко корректируем. Ну а вообще можно будет почитать, подчеркнуть информацию оттуда. И в следующем году будет Сорский хоровод очередной. Будет Сорский хоровод, международный фестиваль хореографического искусства. Да, один из самых ярких, красочных, масштабных мероприятий, которые проходят в городе Комель. А у нас есть вопрос по этому поводу. Что интересного он готовит для своих верных зрителей? Да всегда что-то новое, всегда что-то интересное, всегда что-то необычное. Вот это действительно уже бренд города Комель. Да, недаром Комель называет хореографической столицей или столицей хореографии. Это правда. Могу сказать, что концепция фестиваля сейчас находится в работе, поскольку времени у нас еще достаточно. Главным режиссером традиционно выступит Петр Иванович Свердлов. Ну, конечно, принимаем заявки по положению, условиям фестиваля от участников. От этого, как правило, и зависит исходная концепция, поскольку мы должны видеть и географию этого фестиваля, количество участников и коллективов, ну и придумать что-то интересное. Есть еще один вопрос. Постоянно хожу на все крупные выставки в нашем городе. Знакомили нас с работами Пикассо, Тулуз Латрека, например. А в 2020 году привезут ли в Гомель что-нибудь большое и грандиозное? Есть мечта привезти в Гомель что-то грандиозное? Ну, конечно, мечты есть. Я думаю, что обязательно состоится какой-нибудь такой весомый проект. Сейчас мы, вот Дворцово-парковый ансамбль работает, являясь, скажем так, сотрудником, имея, вернее, связи с Эрмитажем. Петровский, директор Эрмитажа, когда-то был в гостях у нашего музея. Я думаю, что мы постараемся какой-то проект такой очень масштабный привезти. Да, это очень здорово, если какую-то часть всемирного наследия можно будет увидеть прямо у нас в Гомеле. Спасибо нашему городу, учреждениям, за то, что у нас такая обширная культурная программа. Выставки, кино, театр. Кстати, поздравляем наш театр с такой большой и приятной датой. Приятно вот так завершать, таким поздравлением завершать наш эфир. Спасибо огромное. Счастливых, веселых, радостных, теплых этих новогодних дней. Спасибо, это взаимно, Олька. Инга Завгородняя, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома, сегодня была у нас в гостях. Вам спасибо за внимание и за ваши вопросы. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин